День рождения трамвая празднуют в Санкт-Петербурге 115 лет назад. По рельсам города пустили первую машину на электротяге. Мой коллега Андрей Захаров о прошлом и будущем этого вида транспорта. Было все вот так, холодно было получается. Ну да, конечно. Кроме того, водитель должен был еще и открывать лобовое стекло зимой, чтобы оно не запотевало и у него не ухудшалась видимость. В таких непростых условиях трудились вагоновожатые больше века назад. Зато с управлением было максимально просто. На все три рычага. В трамвае главным был кондуктор. Он распределял билеты по транспортным зонам, пассажиров по классам. С помощью метровой мерки решал, кого из детей можно, а кого нельзя провозить бесплатно. Все равно споры были. Мы только кепочку снимем. Мы вот выражение метр с кепкой, это как раз. И, соответственно, когда все в порядке, уже давал сигнал к отправлению. Первые трамваи в дореволюционный Петербург поставила известная английская фирма. Правда, меньше, чем требовалось. Но городские власти быстро нашли замену импорту. Стали заказывать электротранспорт у российских заводов. Самые первые трамваи разгонялись в среднем до скорости 40 км в час. Могли и быстрее. Вот только встречный ветер срывал бугель с проводов. Пантографов тогда еще не было. И обесточивал машину. В 20 веке ленинградские трамваи становились все более комфортабельными и порой вездеходными. Стали появляться новые районы, куда трамвай приходил даже раньше, чем нормальные дороги. То есть на трамвае домой можно было доехать, а на автобусе, наверное, не всегда. Маршрутов долгое время было всего пять. Но их организовали так, что с одной пересадкой ленинградцы добирались в любую часть города. В блокаду трамваи запустили, как только появилось электричество. Эти маленькие вагончики стали в некотором смысле одним из символов стойкости блокадного города. Несмотря на то, что их перестали выпускать еще в 1933-м, пара таких машин до сих пор используется как служебные. К концу 20 века общая протяженность трамвайных путей в Петербурге составляла почти 700 километров. Мировой рекорд. Сегодня город лишь четвертый на планете по этому показателю. Но в юбилейный для электротранспорта год Смольный запустил масштабную программу обновления подвижного состава и инфраструктуры на 123 миллиарда рублей. Андрей Захаров, Алексей Хренов, Андрей Зарва, МИР24. До 2028 года Петербург получит 596 трамваев последнего поколения. Их технологическая начинка сильно переработана в умную технику, встроенной системы активной безопасности и бодрствования водителя.